Зигмундс Скуинш. Кайлумс. Нагота. Авторизованный перевод с латышского Сергея Цыпаковского. Читает Евгений Бразуль-Прышковский. Глава восьмая. Номер прибран, а вещи соседа остались нетронуты. В графин налили свежей воды. Одним духом он выпил стакан. Вода была тепловато и пахла хлоркой. Сквозь шелковой занавески пробивался золотистый свет. Он бросил пиджак на спинку стула и плюхнулся на кровать. Усталость, как после нескольких нарядов, вне очереди. Полежав минут десять, поднялся, прошел в ванную. У душевого смесителя отломана головка, но сполоснуться можно. Вода текла. Запотевшие трубки сердито шипели. Причусываясь, он поглядел на себя в зеркало и поморщился. Щетина отросла. Таким неандертальцам неудобно на люди показываться. Однако в рандове в субботу навряд ли удастся воспользоваться услугами парикмахера. И воротник сорочки потемнел, помялся. Уже-то куда не шло, а вот бороду надо сбрить. Он себя знал. И без того хватало недостатков, о чем всегда вспоминал не к месту. Неровные зубы, фиолетовое пятнышко над губой, чуть вздернутый нос. А тут еще не бритая щетина. И он будет то и дело ощупывать подбородок, чувствуя себя не в своей тарелке. На стеклянной полочке рядом с зубной щеткой лежала бритва. Нехорошо брать чужие вещи, но другого выхода не было. А кроме того, еще нужно было и уметь пользоваться опасной бритвой. Страшно даже к горлу поднести такое острое лезвие. Должно быть, его сожитель по номеру человек отчаянный консерватор по натуре. Листок бы бумаги, бритву обтирать. В комнате на тумбочке лежали газеты соседа, но оторвать от них было бы уж форменным свинством. Он заглянул в корзинку для бумаг, к счастью, ее забыли опорожнить. Пачка из-под сигарет, рваный целлофановый мешочек, стопка скомканных телеграфных бланков. Когда вернусь, не знаю. Поступай по своему усмотрению. Я ошибся. Немедленно приезжай. Письмо 3 мая считай недействительным. Зачем продолжать бессмысленные попытки? Смиримся с достигнутым результатом. Его изменить мы не в силах. Не настолько молоды, чтобы тешить себя иллюзиями. Я ничего не забываю и ничего не прощаю. Идиот. 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 Черточки, крестики, чертики. Без адреса, без подписи. Но оборотная сторона чистая. Операция оказалась болезненной. Бритва больше драла, чем брила. После некоторых волевых усилий его скулы все-таки обрели более или менее сносный вид. Один раз ему померещилось, что по номеру кто-то ходит. Он насторожился. Затаил дыхание. Ветер дергал раму раскрытого окна. Вот дуралей. Даже если сосед вернется, что тут такого смешного. Он просто помешался на своей чрезмерной порядочности и болезненной робости. В школе он никогда не дрался, потому что это строго-настрого запрещалось. Однажды он какому-то пьяницу отдал свои деньги. Постыдился отказать. Он никогда не переходил улицу при красном свете. В трамваях платил вторично, если автомат с первого раза не выбрасывал билет. А что, если это никакая непорядочность, а просто трусость? Ну вот, все нормально. Пощипывала щеки, зато теперь не стыдно на люди показаться. Телеграфные бланки унитаз поглощал с таким ревом и свистом, будто в небо поднималась баллистическая ракета. Теперь не спеша пообедать. Зал ресторана, как и накануне, был сумрачен, наполовину пуст. Стеклянная дверь на балкон приоткрыта. Куда сесть? За вчерашний стол? На этот раз он себя чувствовал тут не совсем чужим. Сегодня Нина в другом платье. Настолько тесно облегающем, что сквозь него проступал ее интимный такелаж. А вот и Гаттенш. Едва виден из-за пивных бутылок и вороха окурков. Гаттенш поднялся, ненамного, правда, прибавив его в росте, наклонил голову в знак приветствия и остался стоять. Означало это, что он должен подойти? Похоже, что так. Гаттенш ему показался удивленным, растерянным, даже как будто пристыженным. Трудно было сразу разобраться в его расстроениях. Очки, как обычно, сползали с носа, и он их указательным пальцем двигал кверху, морщил лоб. То и дело изменялся, виноватый хихикал, пожимал плечами, разводил руками. Да чего уж там, сами видите. Ну, конечно, все ясно, иначе и быть не могло. Осматическая диффузия, баловство с С2H5OH. Если я, конечно, вам не в тягость. Что за глупости? Я проголодался ужасно. Утром встала, голова как карусель. Нет, я бы иначе выразился. Утром встал, как измученный галлюцинациями проктофантасмист. Вчера, надо думать, посиделки ваши затянулись. Проктофантасмист. Точное слово, короткое, ясное. А что бы сие могло означать? А вы не знаете. Проктофантасмиста из Фауста Иоганна Вольфганга Гёте. Я этой книги так и не прочел. Семь раз пытался, и все. Очень жаль. Гёте – отменный поэт. Но не в переводе Карлеса Гугенбергера. А где же профессор? Тут подошла Нина, и, окинув его безжалостно равнодушным взглядом, точно он был арматурным столбом или пепельницей серийного производства, протянуло меню. Ее автоматический карандаш ритмично выступил на листке блокнота. Он заказывал, не раздумывая. Разумеется, нас познакомили, но в подобных случаях, как в фильме с двумя лентами, знаете, звук сам по себе и изображение отдельно. Каюсь, не оправдываюсь, если бы расслышал вашу фамилию. И так Гаттенш все знал. Значит, где-то разговор о нем был. Возможно, ночью, когда он ушел, может, утром в присутствии Марики. По-моему, вы ничего не потеряли. Особенно, если вам нравится Гёте. Это вопрос чести, как и принципа. Порядочных людей на свете не так уж много. Смотря по тому, кого условимся называть порядочным человеком. Физической смелостью обладают многие, в их числе и люди недюжинных способностей. Но таких, кто сумел бы подняться над личными интересами, Гёте, как человек, например, не смог. О чем Гарлиб Меркель в 1796 году, будучи в Йене, в гостях у Анатома Лодера, еще он нужным сказать ему прямо в лицо. Гёте как будто был придворным и вельможей. Быть придворным куда проще, чем порядочным человеком. И потому большего уважения заслуживает тот, кто смело и до конца отстаивает свои принципы. «И вы полагаете, что я, вы, его сын?» Он почувствовал, как краска приливает к лицу, и взглянул на часы, чтобы не смотреть в глазогатанью. «К сожалению, мне всего один год пришлось слушать его лекции. На первом курсе». «Понятно. Интересно, что потом стало с вашим отцом?» «Потом это когда?» «Когда Лысенко нанес ему тот последний удар». «Он перешел работать на опытную станцию». «Это я знаю. Но как он все это принял?» «Что думал? Что говорил вам?» «Сказать по правде не помню. Дома о работе он никогда не говорил». «Даже в ту пору?» «Такая у него была натура». «В последнее время частенько хворал». Нина вернулась с подносом. Бифштекс был таким сочным, что невольно задвигались челюсти. Он с удовольствием набросился на еду. Разговор оборвался. Гаттенш, втянув ершистую голову в сутулые плечи, смотрел на него с доброй, понимающей улыбкой сквозь западевшие с трещинкой стекла очков. Друг встрепенулся, стукнул кулачком в себя полбу, налил пива и в его бокал. Прошу покорно извинить, непростительная рассеянность. Что-то у него было на уме, но он, должно быть, никак не решался начать разговор. «Что ж, отведаем пиво». Горьковатое пиво, сытная еда вызвали приятную расслабленность. «А Париот вчера говорил, вы преподаете в тюремной школе?» «Совершенно верно. Воспитательной колонии для малолетних преступников». «Вас это удивляет?» «Немного, да. За что их там держат?» «За хулиганство». «За изнасилование». «Но, главным образом, за собственную глупость». «Зная не наперед, что им грозит, ручаясь виновных было бы наполовину меньше». Парнишка вздумал пошутить, побаловаться, а он, оказывается, совершил насилие. «Скажите, где и когда мы беседуем с молодежью о таких вещах?» «Недостойная тема для разговора». «В зале суда. Только там. Причем на закрытых заседаниях». «Сдается мне, вы большой идеалист. Давайте без оскорблений. Я биолог». «И что из них выйдет?» «Из большинства – порядочные люди. Из остальных – рецидивисты. К тому же особо опасные, потому как вышкаленные». «Вас туда назначили или сами попросились?» «Преподавателю лучшего места не придумать. Во-первых, повышенная зарплата. Как и в школе для дефективных. С тем отличием, что контингент наш лишен физических изъянов. Во-вторых, безупречная дисциплина. В-третьих, если в обычной школе твой питомец впоследствии избирает неправедный путь, со всей очевидностью обнаруживается твоя педагогическая несостоятельность. Ну а здесь всякий, кто становится порядочным человеком, твое неоспоримое достижение. За что давайте и выпьем». На этот раз пиво уже не казалось таким вкусным. «Обычно он получал удовольствие лишь от первого глотка». Он снова взглянул на часы. Не очень это прилично, но что-то он нервничал. «Мне хотелось бы задать вам вопрос». И Гаттенч с видом школьника поднял руку. «Скажите, а Парет в самом деле был другом вашего отца, о чем мы здесь слышали?» «Честное слово, не знаю, возможно». «Очень странно. «Откровенно говоря, я вчера не узнавал Апариода. Чтобы он в ресторации с кем-то первым заговорил?» «Не знаю». «А вы его тоже причисляете к людям порядочным?» «Апариодом?» Бокал в руке Гаттеня повис в воздухе. «Да, его». «Хм. С Апариодом интересно поболтать». В общем-то, Гаттенш так и не ответил на вопрос. «Почему?»